Работать нельзя уволить. Где поставить нужную запятую, разбирали в городской администрации на Совете депутатов. Глава города выставила требование о снятии с должности директора управляющей организации «Жилфонд». В чем причина, смотрите в следующем материале. На сегодняшний день управляющая организация «Жилфонд» города Амурска обслуживает 112 домов. Всего в штате состоит 17 работников, а подрядчиков более 100 человек. «Жилфонд» в Амурске работает уже 4 года, и директором с основания компании является Вячеслав Мулин. 19 марта текущего года в адрес руководителя поступило письмо, где глава города Кристина Черницына выставила требование, где черным по белому написано «прекратить полномочия директора организации и расторгнуть с ним трудовой договор». Сотрудники «Жилфонда» написали в свою очередь коллективное обращение в городскую администрацию. Так как администрация является учредителем управляющей организации «Жилфонд» на 51%, на основании данного требования было принято решение провести внеочередное собрание участников. «В этой ситуации, конечно, для коллектива было непонятно, чем вызвано вот это вот требование, потому что ни один у нас, будем говорить, положительная динамика прихода к нам домов, не было ни одного дисциплинарного взыскания от проверяющих органов Хабаровского края. И получается, нет ни у меня никаких выговоров, то есть не нарушен один пункт трудового кодекса, поэтому все теряются в догадках». На совете депутатов глава города не присутствовала, и у многих возникли вопросы, на каком основании было выставлено данное требование. На что заместитель главы Кирилл Бобров, разводя руки, не смог ответить. «Конечно, мы слушать бы Кристины Константиновны, потому что ничего, и мы с ней никогда не встречались по этому поводу, никаких у нас пересеканий не было, в работу у нас самотиповая. Смена руководства всегда вызывает какие-то смены у чего-то, как бы что ни вышло, потому что как дальше жить. Они боятся, многие потеряли работу, они сейчас снова восстановились, работают стабильно, а сейчас смена руководства, что новый придет, что он может сделать, поэтому у всех волнение. Это естественно, поэтому... То есть сегодня у депутатов недоумение, да? Ну, конечно, они вот все задают вопрос, а я вот такой же недоумение так же. В каком основании это сделано? Рассмотрев коллективное обращение работников жилфонда и заслушав директора организации, Совет депутатов вынес решение направить запрос главе города, на каких основаниях вынесено требование о расторжении трудового договора, а также предоставить информацию о кандидатах на назначение нового директора. И 4 апреля на заседании Совета депутатов заслушать ответ главы. Ирина Жданова, Игорь Демьяненко, Телеканал Амурск.